здравствуйте дорогие друзья сегодня будет видео посвящено такому вот сравнению двух ножей компании викторинокс нож называется пионер алекс вот такое вот его название честно говоря идея видео вызрела когда я увидел его на витрине ножового магазина клинок в новосибирске и моего собственного ножа компании william henry studio который называется е6 3 собственно говоря суть видео будет в чем я решил попробовать посравнивать два ножа то есть вильям генри будет выступать за все американские ножи аналогичного с вот этим викториноксом форм-фактора до рукояти из анодированного алюминия небольшие короткие клинки очень небольшой вес и мы с вами посмотрим ну вот как бы насколько все-таки швейцарцам удается с ними конкурировать вот давайте первое что мы сравним у этих ножей это будет конечно вес потому что вильям генри за что люблю это за то что в ношении при его весе этот нож является лично моим идеалом и вообще не замечаешь когда носишь потому что вес его всего-то 35 грамм нож очень легкий вот но вот взял подобный нож от компании викторинокс действительно то есть это тоже одноклинковый нож без дополнительных инструментов и обнаружил что вес его всего-то на всего на 10 грамм больше что в общем то вполне немного я лично в своей практике могу сказать что ножи весом до 50 грамм ну как правило я уже не ощущаю особой разницы только вот если взять их вот так вот два в руку ну да тогда можно сказать что наверное викторинокс чуточку потяжелее но нигде ни в работе не в ношении вам-то никак не помешает как видно по клинкам здесь габариты очень похожи у этих ножей я точное сравнение здесь приводить не буду но могу сказать так что режущая кромка у них примерно одинаковая то есть у вильяма генри клинок немножко покороче но при этом скажем так благодаря несколько больше ширине клинка эффективно режущая громкость здесь практически одинаково да при этом надо начать теперь разговаривать видимо о том что швейцарский нож это классический швейцарский нож с соответствующим клинком соответствующая рукоятка этому ножу и соответствующим дизайном и качеством изготовления которое у швейцарских ножей действительно находится на высоте это оригинальный дизайн который существует уже очень много лет так скажем с очень небольшими вариациями прямо скажем вот а нож компании вильям генри имеет все традиционные плюсы американских одноклинковых ножей которые их и правило отличает вот от швейцарских частности да во первых это конечно же совершенно необходимый американскому ножу современный по крайней мере его эстетика это однорукое открывание за шпинек тут с этим все прекрасно все работает во вторых здесь используется замок bottom lock и ну как который как и другие замки используемые на американских ножах как бы позволяет совершенно спокойно ноши открывать и закрывать одной рукой витали нокси как вы понимаете ничего подобного нет то есть как бы здесь классический замок slip joint который как бы ну это даже не замок а такая пружина которая просто подпружинивает нож определенным образом я думаю что кто видел знает как она работает я вот здесь сейчас покажу вот она предполагает открывая открывание ножа за вот такой вот выступ под ног то есть это специально так вот сделано нож открывается только двумя руками и закрыть его надо сказать одной рукой можно но конечно это прямо скажем достаточно травмоопасно по сравнению с любыми американскими ножами на других замках я думаю что многие люди которые викторинок сами когда-то начинали пользоваться подтвердят мое такое мнение что почти всем случалось хотя бы раз или два сложить этот нож на пальцы и причем пружина там позволяет захлопнуться ножу достаточно сильно чтобы гарантированно вас порезать если вы как бы не обладаете достаточным опытом в подобном закрывании этого ножа вот но еще как бы один важный момент к за который как бы викторинокс очень многие осуждают хотя в принципе надо сказать что компания викторинокс своей модели сентенель по моему сделала шаг к исправлению этого нюанса это отсутствие клипсы то есть сейчас вот после 80 годов прошлого века американские ножи почти все имеют лицу для ношения на кармане компания викторинокс достаточно упорно в том что эти клипсы практически ни на каких своих ножах она не использует ну как бы у них есть такие отдельные специально продающиеся подвесы которые можно повесить за ремень можно за карман но тем не менее все это несколько не так удобно как стандартная клипса этих ножей вот но в этом сравнении конечно в конечном счете важно сказать примерно следующее я конечно понимаю что компания william генри по этому параметру это самый неудачный пример который я мог американского ножа показать потому что это чуть ли не самые дорогие американские ножи которые только я знаю в классе уже не тех да то есть это ножи как бы такие не ну не чисто производства здесь довольно многие операции выполняются руками но сейчас вот этот нож стоит немногим дороже 1000 рублей что там порядка 1100 до при его то его то качество исполнения вполне нормально вот этот вот нож насколько я знаю на сайте косу миру я последний рассмотрел он стоит порядка по моему 25 уже тысяч рублей на данный момент в розницу вот то есть разница у этих ножей в цене более 20 раз вот честно как бы признаюсь это убивает все однорукие удобства и клипсу в американских ножах но это конечно william генри пример такой неудачно однако если вы найдете в подобном форм-факторе и габаритах и весе ножи других производителей американских попроще то неожиданно обнаружится что ну найти хоть что-нибудь что стоило бы ну хотя бы не в три раза дороже чем вот этот нож вам будет крайне затруднительно то есть это я по крайней мере как человек который довольно много ножей подобного рода и смотрит потому что маленькие ножи это нынче одно из моих увлечений я вам могу сказать что ну дешевле долларов наверно 45 вы вряд ли что-нибудь найдете среди американских ножей так скажем вот подобного форм-фактора поэтому конечно в плане цены в любом случае швейцарцы как это всегда бывает выигрывают вот кроме того есть еще один момент который конечно как правило в этом сравнении он не участвует именно поэтому здесь именно вот этот конкретный нож но не сказать о нем совершенно нельзя свершить швейцарские ножи в классике это ножи многопредметные существуют подобного роду ножи которые основно снабжены еще двумя инструментами открывашка для консервных банок и открывашка для бутылок совмещены соответственно с большой маленькой отверткой и это настолько сильно резко уводит функционал вот такого ножа вперед что собственно я так думаю что именно вот это в сочетании с их довольно таки низкой ценой и тем что вес тут прибавится реально еще может грамм на 10 от наличия этих инструментов именно вот это делает такую удивительную вещь что швейцарская компания викторинок своих складных ножей в год продает больше в штуках чем все американские ножевые компании вместе взятые и собственно говоря вот сейчас когда мы их вот так вот сравним это очевидно почему цена и очень высокая функциональность и то что это высокая функциональность конструирована очень давно и американцы пытаются применить массу инноваций на своих ножах которые появились за последние 30 лет тем не менее не может американских производителей пока что вывести на тот уровень продаж который есть у швейцарской компании викторинокс вот пожалуй это то что я хотел сказать надеюсь что вам такое сравнение показалось как минимум забавным видео я думаю было интересно было интересно снять интерес с вами поговорить очень интересно выслушать ваше мнение что еще вы бы сказали о подобных сравнениях давайте пойдем в комментарии и там еще пообщаемся надеюсь что все это было интересно большое спасибо за просмотр пока